Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Депутат Сейма Любовь Швецова на студии. Добрый день. Добрый день. Вот мы слышим из уст политиков разных европейских стран такие вот противоположные заявления. Вот если президент Франции Макрон и Ангела Меркель сравнивают ситуацию, связанную с коронавирусом, чуть ли не с войной. Господин Меркель сказал, что это самый большой вызов для Германии после Второй мировой войны. Притом, говоря о вызове, она имела виду не только тех, кто заболеет или тех, кто уже заболел, но и удар по экономике, который будет нанесен и уже наносится этим вирусом. Латвийские должностные лица, те, кто входит в правящую коалицию, они как бы, ну не знаю, стараются или не драматизировать ситуацию, или вот работать как психотерапевт. И говорят, вы знаете, ну да, вот да, будет ущерб экономике, но это будет краткосрочный, поскольку у нас нет системных проблем в экономике. Это вот действительно кризис такой искусственный, вызванный коронавирусом. Вот только это вот напасть пройдет, и вот экономика опять встает на свои рельсы, все войдет в нормальное русло. Вот как вам кажется, вот такой вопрос может быть для затравки, потом мы пойдем по, действительно, по всем этим этапам помощи финансовой возможной. Я думаю, что кризис экономически как раз является основным и самым существенным аспектом эпидемии пандемии коронавируса. Не сама по себе именно заболевания и пандемия коронавируса являются негативными и, скажем так, критическими обстоятельствами, а именно последствия пандемии и последствия для экономики. Мне очень нравится Насим Талиб и его произведения, особенно «Черный лебедь». Вот получается, мы сейчас находимся как раз под ситуацией, в конкретной ситуации, когда наступил экономический кризис, и вот «Черным лебедем», который вызвал этот экономический кризис, как раз явилась пандемия коронавируса. И последствия именно экономические и будут самые-самые существенные. И если Германия со своей достаточно крепкой и стабильной экономической системой, Франция, которая тоже является одним из основных доноров Европейского Союза по фондовым вопросам, по бюджетным вопросам, заявляют о том, что таких ударов Европа и их страны не переживали с, допустим, с окончания Второй мировой войны, то однозначно и для экономики Латвии последствия будут существенные. Другой вопрос, что наше правительство и правящая политическая элита уже имеют опыт отношения к людям и к экономике, как мы это наблюдали на примере 2008 года экономики, когда просто-напросто уничтожаются сектора экономики. У нас уже есть опыт борьбы с финансовым сектором, с банковским сектором после капитального ремонта банковского сектора. У нас уже имеется в наличии отток 10 миллиардов, то есть, по идее, хуже уже, наверное, быть и не может. Поэтому, по всей видимости, у господина Валдеса Домбровскиса, представителя в Европарламенте, у него всё хорошо, латвийской элиты, он как раз и был тот реализатор последствий экономического кризиса 2008 года. И я думаю, с учётом его отношения к людям и к народному хозяйству, он, наверное, не видит больше особо каких-то более сильных рисков или падения или угроз для экономики Латвии. Я считаю, что на самом деле, безусловно, экономический кризис и рецессия будет иметь место. Вопрос, насколько глубокий и долгий период захватит рецессия, будет зависеть от того, какие меры примет правительство для остановки кризиса, для остановки падения экономики и для того, каким образом будут стимулироваться определённые отрасли народного хозяйства. То есть, насколько правительство будет более оперативно принимать решения и какие примет шаги по улучшению экономической ситуации и стабилизации. Да, ну вот, в принципе, вы уже сказали, ну, предваряя мой вопрос или реплику, что беда не приходит одна. Ведь до вот этой всей истории пандемии с коронавирусом мы знаем, что у нас просела очень сильно транзитная отрасль, что привело к массовым сокращениям на Латвийской железной дороге. И Латвийская железная дорога запросила 40 миллионов на поддержку. И само жилье, и Латвийской железной дороги, и датчайных предприятий. Мы знаем, что Стиви Дореса стали сокращать людей ещё до эпидемии или пандемии коронавируса. Вы уже сказали об оттоке средств в связи с ликвидацией по существу нерезидентского банковского бизнеса. И вот теперь коронавирус. На ваш взгляд, насколько это всё может затянуться, вот весь процесс этой рецессии? Я боюсь, что даже Латвийский банк не сможет прогнозировать период рецессии. Как я уже говорила, во многом на данный момент выиграют те государства. И, допустим, Латвия могла бы уменьшить последствия от кризиса и период кризиса, если будут очень активные субсидирующие и поддерживающие мероприятия для населения и для отраслей. Но это одновременно должно в том числе стимулироваться поддержкой экспорта и экспортных предприятий. А если, получается, у нас главная позиция правительства будет заключаться в том, чтобы просто-напросто создавать какие-то контрольные механизмы дополнительные, административные барьеры, не уменьшая при этом расходы самих министерств, не оптимизируя количество чиновничества, то я не вижу возможности позитивно решить кризис. В этой ситуации опять вступит в силу принцип, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ибо если не будет поддержки экспортных предприятий, если не будут восстановлены цепочки по поставкам как внутрь страны, так и экспортным определенным позициям, то я не вижу просто-напросто того, что рецессия будет краткосрочной. Тогда рецессия будет, наоборот, долгосрочной. И по мнению отдельных экономических экспертов, с которыми я читала работы и анализировала статьи и публикации, многие, кстати, из экспертов считали, что даже последствия кризиса 2008 года на момент сегодняшнего дня они еще не наступили. То есть экономика не выздоровела еще от удара, который был нанесен экономике в 2008 году. Получается, она только-только не начала расти на самом деле, а просто стабилизировалась. И только она стабилизировалась, и в результате мы получаем следующего черного лебедя – удар по экономике в виде пандемии гриппа. Причем выиграют те страны, у кого есть определенные финансовые запасы, финансовые ресурсы, и которые богаты определенными сырьевыми ресурсами. Не только человеческим ресурсам, но и сырьем какие-то. У нас нет никаких практически сырьевых ресурсов. Мы знаем, что поступления и экспортные поставки древесины упали. Сейчас упадет промышленность. Закроются заводы, которые производили. Volkswagen уже закрыл свое производство в Германии. И, по всей видимости, заводы, которые производили машиностроение машинное и в Великобритании, и во Франции, будут производить медицинское оборудование. Они приняли такие решения. То есть, получается, даже в этой ситуации определенные ресурсные цепочки тоже будут нарушены. А последствия сейчас только происходит разрушение этих цепочек, перестроивание производства. И последствия после этого наступят через какое-то время, месяц, два месяца. Плюс еще сейчас рушатся цепочки поставок, что тоже покажет через месяц, через два месяца последствия. И освобожденные рабочие. Если во время кризиса 2008 года рабочие перемещались с территории, допустим, Латвии, находили работу в Великобритании, в Ирландии, в других европейских странах, то на данный момент получается, что в этих странах будет большое количество своих проблем и своих возможных безработных. И таким образом конкуренция за рабочие места, она будет стоять очень остро. Это тоже однозначно потребление не улучшит потребительскую корзину и настроение населения. Мы видим, что на фондовых биржах определенные проблемы и кризисные моменты. Мы видим, что на тех же самых ситуациях с нефтепродуктами и с рынком нефти тоже очень нестабильная и непонятно, как она будет развиваться. Поэтому определить последствия кризиса 2020 года я не берусь. И я прогнозирую очень сложную и очень постоянно меняющую ситуацию, в которой выиграет только то государство, та страна, чье правительство будет проактивным, чье правительство сможет принимать более стимулирующие меры. И как пример я вижу и считаю очень конструктивной и очень проактивной действия эстонского премьер-министра, который уже сообщил о том, что они будут стимулировать экономику в размере 2 миллиардов евро. Это при том, что экономика Эстонии гораздо меньше, чем латвийская, где премьер сообщил только о миллиарде используемых средств на стимуляцию экономики. Плюс, конечно, нужно рассматривать уже какие именно меры предусматривать, какое государство. Я ознакомилась с тем проектом, который разработало наше правительство Черновиком во всяком случае. Вот мы об этом сейчас тоже поговорим. У меня возникает очень много вопросов, которые, я считаю, достаточно, во всяком случае, они стоят того, чтобы о них дискутировать, чтобы были даны пояснения со стороны правительства, как они видят, что именно эти мероприятия позволят удержать наполовую экономику латвийского народного хозяйства. Вот мы об этом еще поговорим, может быть, чуть-чуть позже, тем более сейчас начнется пресс-конференция правительства, может быть, мы что-то под горячим следом после первого успеха будем обсудить. И тем не менее, вот на последнем пленарном заседании Сейма вы тоже выступали, но с такой краткой, сколько была возможность с трибуны выступить, такой программы, что надо было сделать. Отдельные меры вы сейчас озвучили. Может быть, что-то еще, что вы считаете, что нужно бы сделать, и о чем правительство даже, к примеру, пока не задумалось. Я, безусловно, считаю, что необходимо было бы обязательно внести налоговые каникулы, остановить штрафные санкции пени налогоплательщикам, безусловно, предусмотреть освобождение во время вынужденного простоя уплаты социального и подоходного налога, взять именно пособие по безработице и по вынужденному простою компенсировать именно государство социального бюджета. И примерно на такой же шаг идет и Эстония. Насколько я прочла из сообщений премьер-министра Эстонии, они до 70% будут оплачивать зарплату тем рабочим, которые попали и имеют отношение именно к кризису коронавируса. Это ряд предприятий. Плюс они очень оперативно пересматривают списки и пересматривают, кто именно является тем предприятием, той отраслью, которую затронул коронавирус. Хотя на самом деле, мне кажется, что на данный момент уже можно точно определить, что ни одна отрасль, ни одно предприятие не будет не затронуто. Вот это важное замечание, потому что сейчас, я так понимаю, что уже последние новости говорят о том, что кабинет Министовича только на следующей неделе перечислить те сферы, которые смогут претендовать в первую очередь на эту поддержку. Но ведь действительно получается так, что правительство, как всегда, идет по верхам. То есть оно то, что смотрит, то, что на поверхность. Мы понимаем, что прямые пострадавшие, первые, скажем, вот этой линии фронта, понятно, что гостиницы, пассажирские перевозки, рестораны, бары, туристические фирмы, мы понимаем, нет туристов, эта сфера, понятно, что не работает, гостиницы закрываются, это все понятно. Но ведь если вы правильно заметили и косвенные пострадавшие, включая, кстати, может быть, это шкурное, я говорю, но включая средства массовой информации, потому что рекламодатели, условно говоря, лежат, это значит, о какой рекламе мы можем говорить. И дальше еще, наверное, я так знаю, что многие компании еще связаны с эпидемией в Китае, проблемы с комплектующими, ну нет поставок. Мы видим, какие сейчас новые километровые очереди на германской, польской границе с грузами. Мы понимаем, что это будет задержка грузов на неделе. Это получается, что компании, которые обеспечивают перевозки, и не только грузов первой необходимости, потому что сейчас пропускаются медицинские, и то они стоят в огромных очередях. Их нужно обеспечить беспрерывное передвижение. А если нет беспрерывных, плюс комплектующие составляющие, получается, останавливаются, плюс ряд заводов останавливается. Фактически, де юре и де факте, все европейское пространство, и не только на данный момент уже европейское пространство, попало в состояние форс-мажора. И форс-мажор означает, что должны быть отменены любые, не то что отменены, не должны применяться никакие штрафные санкции, никакие пении, никакие наказания, которые касаются именно неисполнения определенных сроков, потому что это наступило независимо от воли исполнителя данных обязательств. Безусловно, в область именно тех, кого затронул кризис, в том числе будут входить и рекламодатели, и пресса, информационные агентства. Это в том числе и маленькие предприятия, которые обслуживают те же самые детские садики, те же самые школы, которые закрыты. Таким же успехом... Имеется в виду питание, да? Безусловно, они получаются тоже заложники всей этой ситуации. Если деток нет, если кормить некого, то они тоже стоят, и получается у них, они должны либо увольнять опять же людей, либо отпускать на определенные социальные какие-то гарантии, правительство должно это предусмотреть. Потом тот же самый маленький туризм сельский, допустим, латвейский, который достаточно сильно был развит. Очень много приезжало туристов, которые из-за границы приезжали и использовали небольшие туристические дома, кемпинги. Они тоже на данном этапе не могут знать, как будут дальше развиваться события. По идее можно прогнозировать, что не будет никакого притока особых туристов, а значит и сельский туризм тоже попадет в отрасль тех, кого повлияет данное последствие пандемии коронавируса. И по идее предприятия, которые комплектующие получали из-за границы, или которые наоборот за границей или в той же самой Эстонии, например, должны были какие-то конструкции создавать, а потом привозить их. Я не думаю, что они смогут их получить, потому что просто-напросто движение на границах запрещено. И это автоматически в этом смысле на данном этапе сказать, кто именно будет, невозможно. И речень очень большой получается. Вы уже перечислили почти все. Я считаю, что практически каждое предприятие в той или иной степени затронут последствия. И то, что мне очень считают, я считаю, что правительство должно было бы взять во внимание и обязательно это использовать, это тот же самый, на время кризиса остановить платежи во второй пенсионный уровень пенсий. И Эстония, как раз эстонское правительство и премьер-министр, они сообщили, что Эстония останавливает использование денег. Это было бы разумно, да? Безусловно. Я считаю, что просто-напросто есть вещи, которые, когда наступает кризис, необходимо в первую очередь принимать. И если мы видим, что второй уровень пенсионный недостаточно, скажем так, в любом случае прибылен, мягко выражаясь, то почему, если Эстония принимает решение остановить временное перечисление социального бюджета на второй уровень пенсионного, который использует в основном скандинавские банки, то Латвия почему-то выбирает правительство и политическая элита использовать для стимуляции убыстренную или упрощенную процедуру оплаты ПВН налога налогоплательщикам. Или наоборот, избранным предприятиям выдает индульгенцию на ненасчитывание штрафных санкций за возможные налоговые нарушения. И при этом премьер-министр заявляет о том, что налоговая реформа будет и она будет достаточно жесткой. То есть получается в этой ситуации правительство и премьер-министр политической элиты принимают решение, что они будут уничтожать микропредприятия, они будут уничтожать самозанятых и одновременно предусматривают в особом законе по последствиям от коронавируса давать льготы на выплаты убыстренные ПВН налога, которые являются одним из самых основных для очень многих мошеннических схем. И мы знаем, что недополученные в бюджет деньги от ПВН схем как раз примерно в год являются 1 миллиард. Так мы теперь выплатим в убыстренном порядке определенные ПВН суммы и закроем микропредприятия, не предлагая взамен никакого решения для данного вида самозанятых, для данного вида предпринимательской деятельности. Мне кажется, что это абсолютно безответственно и может вызвать определенное недовольство в обществе. И я считаю, что как раз вот избиратели должны об этом знать, обратить на это внимание и понимать, что если налоговая реформа будет проведена и драконские меры будут применены как раз к микропредприятиям и к маленьким предприятиям, не дав взамен никаких инструментов, а льготы по оплате ПВН и льготы по штрафам на налоговые нарушения особой категории налогоплательщиков, то это будет просто-напросто абсолютно социально несправедливо. Любовь Швецова, она в студии, перевемся на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Добрый день, уважаемый радиосудист. Любовь Швецова, она в студии, депутат Сейма, от фракции Согласия такое ощущение, что вас уже услышали и уже сейчас фигурирует, вот только что закончилось неочередное заседание правительства и прозвучала такая фраза из уст министра финансов, что все-таки при необходимости будет еще один миллиард задействован. Мы, конечно, узнаем, как он будет задействован, но вот у меня создается такое ощущение, при всех, может быть, и позитивных моментах в этой программе, не все плохо, правильно, из того, что предлагает правительство, будем объективны. У меня все-таки создается такое ощущение, опять-таки, при всем уважении к банковской системе, что в основном такая вот подушка безопасности для банков предусмотрена, потому что когда господин Рейерс настойчиво говорил вчера по латвийскому телевидению, что вот гарантии, гарантии, 300 миллионов мы дадим банкам на то, чтобы они не истребовали вот эти кредиты у фирм, которые оказались в тяжелом положении. Я так понимаю, что вот еще один миллиард из этого и от банка реконструкции и развития тоже, видимо, для кредитных организаций. При всем уважении к банкам, это что сейчас? Самое основное и самое главное, или мы что-то не понимаем? Ну, я думаю, что предприятиям необходимы оборотные средства. И для того, чтобы эти оборотные средства могли быть использованы для тех же самых выплат, зарплат, закупки, составляющих или удержания на определенном уровне работоспособности предприятия, то инструмент использования как бы льгот по кредитным обязательствам, по получению льготных кредитов, использования банковских каникул, то это неплохой инструмент. В том числе, если это будет та же самая программа ИЛИА, институции по инвестированию и развитию предприятий, то если это будет использовано в том числе для того, чтобы помочь молодым семьям, которые взяли кредиты для приобретения, ну, МАЁКЛЯ, это… Жилища, да. Жилища, жилища. Да, жилищного фонда, то эти поступления просто будут утеплять экономику. Если предприятие, это однозначно не будет помогать росту, но это не позволит тонуть глубже. И тут, наверное, важно тоже понять, что эти кредитные линии, кредитные каникулы, дополнительные оборотные средства, они просто могут помочь предприятию быть более конкурентоспособными или хотя бы переориентироваться каким-то образом на производство дополнительных каких-то продукций. И за это время как бы стабилизировать и посмотреть еще дополнительно какие-то другие рынки, другие ниши, другие возможности для развития бизнеса. В любом случае, мне кажется, что после кризиса 2008 года, когда все были брошены на, скажем так, в холодную воду, плывите как хотите, кто выплыл, тот молодец, кто не выплыл, тот как бы сам проблематичен. Ну, многие выжили как раз за счет того, что они закалились. И теперь эту закалку и вот этот опыт, они наверняка смогут эти предприятия использовать и в этой ситуации. Здесь другой вопрос, что продукция сельскохозяйственная, которая в том числе не только использовалась на внутреннем рынке, но и экспортировалась, с учетом уменьшения потребления, уменьшения потребительских настроений, они могут очень серьезные потери нести. Мне трудно прогнозировать, какие рынки они могут найти. Если государство не попытается найти дополнительные или совместно... Решение проблемы может быть только в том случае, если правительство и ответственные министерства, чиновники, будут работать в очень тесном сотрудничестве с представителями отраслей предприятий. Это однозначно, потому что лучше самого предприятия никакой чиновник никогда не поймет и не узнает, в чем его проблема. Я думаю, что те же самые заводы стекловолокна, которые маленькие производства, в том же, допустим, небольшом городке Ливаны, он должен, наоборот, нарастить мощности производства, потому что медицинский сектор как раз, он тот, который получит дополнительный стимул и дополнительные экспортные возможности. Тоже предприятия, которые производят медикаменты, однозначно те же предприятия, которые производят бытовую химию, тот же наш латвийский сподриб, который, возможно, не был столько использован и оценен по достоинству, что у нас такое предприятие, они производят очень много химической продукции, дезинфицирующей, то теперь они смогут и на внутренний рынок продукцию создать и дополнительно еще нарастить мощности для экспортных моментов каких-то, и не только в Латвии. Допустим, те же самые, есть возможность, я так думаю, что попытаться найти рынки сбыта в азиатском регионе, но это, опять же, нужно, чтобы Министерство иностранных дел было более активно именно по экспортным предприятиям Министерства, экономики были более проактивными. И то есть, чтобы не было реакции постфактум, вот произошло событие и как бы, ну что вы хотите, каждый сам по себе и каждый выживает как может. А совместная продуманная тактика между предприятиями, ассоциациями и госуправлением. У нас получается очень часто так, что представители госуправления и чиновники, они от контакта с предприятиями просто-напросто шарахаются, как от чумной заразы. И это пропасть между реальным бизнесом, реальной ситуацией в бизнесе и проблем бизнеса, и между тем, как чиновники воспринимают, как должен работать, по их мнению, бизнес, и как он на самом деле работает, она на самом деле очень огромная. И вот в этой кризисной ситуации, если будет понимание и желание чиновников идти навстречу и помогать, и совместно браться за решение проблемных вопросов, совместно создавать какие-то проекты и поддерживать друг друга, тогда государство выстоит под ударом пандемии коронавируса. Если не будет такой проактивных действий со стороны госуправления, то просто-напросто, так как умрет бизнес, государственный чиновнический аппарат тоже умрет рано или поздно. Он, конечно, может пытаться организировать и получать пособия из госбюджетных средств, но если в бюджете не будет средств, то и чиновников так или иначе сократят. В 2008 году было сокращение штатов чиновничества, и оно было очень серьезным. Я считаю, что министерствам и на данном этапе необходимо было бы подумать о том, какие траты и какое количество аппарата находится, государственные аппараты находятся, просто-напросто на иждивении бюджета. Еще такой вопрос, который не могу не задать. Вот сейчас, помимо экономики, очень важно, наверное, какое-то, ну не знаю, преободряющее, может не то слово, но вот какое-то важное слово или действие со стороны властей по поводу сплочения общества. Ну вот долгое время президент Латвии как-то был потерян в контексте вот этого коронавируса, потом все-таки он стал делать какие-то заявления. Одно из таких вот громких заявлений на днях, он сказал, что вот там общество Латвии едино, как вот 30 лет тому назад во времена, не знаю, Атмады. Вот вы как представитель оппозиции в парламенте, вы чувствуете, что вот правящая коалиция или правительство в этих условиях действительно готово как бы работать с вами сообща. Да, пару заявлений я слышал во время пленарного заседания от правящих депутатов, что да-да-да, мы готовы теперь выслушать и оппозицию, что она имеет там нам сказать. Но я так понимаю, никакого механизма, вот чтобы действительно вы могли совместно это обсуждать, нету. Знаете, я считаю, что на самом деле демагогия правящей политической элиты – это одно. Насколько правящая элита оторвана от общества и от реального понимания, как живут простые люди, соседи, которые по площадке лечничной клетки или, допустим, те, кто находится рядом соседей в домах или у кого на кладбище может быть могилки рядом, русскоговорящие, латышскоговорящие. Но мне кажется, что как раз простые люди всегда относились достаточно корректно и лояльно по отношению межнациональных отношений. Да, есть определенные эксцессы или, может быть, нагнетание какое-то, но мне нравится очень выражение, что есть умные люди и есть не очень умные люди. И вот умные люди, они всегда найдут общий язык и какие-то общие интересы или общие вещи, которые объединяют людей. А вот та категория, которая не относится к очень умным, она просто-напросто будет искать конфликты, споры, делиться на фракции, подфракции и остальные сегменты, скажем так, населения. И в зависимости, насколько человек эмоционально интеллигентен, настолько он реагирует в отношении людей другой национальности, другого респоведания или просто-напросто даже, может быть, одна национальность, но разные взгляды. И люди готовы друг другу, скажем так, мягко говоря, морду набить, только потому, что один считает, что это должно быть так, а другой считает, что это должно быть именно по-другому, наоборот. А теперь относительно политических интриг, перепитий и дискуссий. Если серьезно брать, то оппозиция работала достаточно сплоченно между собой, показав, как мне кажется, примеры конструктивности, оперативности и проактивности. Именно оппозиция предложила назначить чрезвычайное положение и принять чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом и его распространением. Именно оппозиция подала предложение как раз о том, какие именно мероприятия могут помочь в области здравоохранения, в области образования, в области народного хозяйства. Именно оппозиция составила и подала ряд предложений, которые теперь озвучены в законопроекте, который предложил Кабинет министров. Ну, за исключением, конечно, второго уровня использования пенсий социальных для нужд народного хозяйства в условиях кризиса, как это делает Эстония. Латвия решила элита пойти по другому пути. Я думаю, что манипуляции со стороны политической элиты и правительства будут в том, что это они, такие предложения все придумали, это их инициатива. Но я думаю, что если они хотя бы часть предложений, которые предложила оппозиция, использовали, примут и будут вводить, то это тоже будет какой-то стимулирующий или удерживающий фактор для предприятий, для людей. И мне кажется, что в первую очередь нужно думать о людях, а не о том, как эту ситуацию в пандемии использовать для распри, для интриг и для политических дивидендов, которые, мне кажется, именно в этой критической ситуации не только моральны, но и преступны просто-напросто. Вот такой момент по ходу нашего эфира, по WhatsApp пришел комментарий, я думаю, мне кажется, очень толковый. Сегодня недавно появилось сообщение, что Рига Сатексна в свете пандемии решила сократить количество вообще маршрутов общественного транспорта. Там целый перечень, какие маршруты сокращаются, какие вводятся в рабочие дни по режиму выходного дня и так далее. И наш радиослушатель пишет в WhatsApp, что где же логика? Меньше вот этих маршрутов, меньше общественного транспорта, значит, люди будут более скучно ехать. Где же эти два метра? То есть, или мы как бы обеспечиваем им два метра, или это фикция какая-то? Ну, мне кажется, что мне сложно определить, по каким расчетам пришло решение уменьшить количество перемещения транспорта. Если смотреть по перемещению по городу, то заметно, что уменьшился поток людей, поток машин, уменьшилось посещение магазинов. Это видно, да. То есть, очевидно. Если это видно на глаз, то, по всей видимости, ну, наверное, водители автобусов или общественного транспорта имеют более полнообъективную информацию, какая нагрузка. Видимо, не посчитаешь, что нет смысла вот эти полупустой транспорт гонять. Ну, я думаю, что имеет смысл экономить на дезинфекции, экономить на использовании горючего и электричества, если это трамвай и троллейбус, при условии, что уменьшилось количество пассажиров и просто время высчитано. Если это решение принято на основании анализа данных перемещения пассажиров, то мне кажется, оно логично. Если это решение принято просто без анализа количества людей, которые перемещаются, то я думаю, что оно неправильное. То есть, обеспечить гарантию… На самом деле, я считаю, что через какое-то время люди просто-напросто привыкнут к мысли, что вот коронавирус – это вирус, во-первых. Для этого должно пройти время. То есть, человека пугает то, что он не знает. Мы не знаем, что это за новый вирус. Мы видим, что он очень быстро распространяется. Мы видим, что процентуально, согласно данным, у этого вируса достаточно высокий процент смертности. Но мы знаем риск группы сейчас. И мы знаем, что мы должны делать для того, чтобы уменьшить риски заражения. То есть, элементарные правила гигиены, дезинфекции, элементарные правила общения и личной безопасности, безопасности и заботы о близких через какое-то время должны просто-напросто сработать. И тогда уже, наверное, будет понятно, что когда ты понимаешь, что это и как себя обезопасить, ты не впадаешь в панику. Если ты не впадаешь в панику, ты можешь логично мыслить и логично принимать шаги. И тогда дальше уже наступают какие-то позитивные вещи. В завершении, так вот, время эфира у нас быстро подходит к концу. Да, очень незаметно. Да, очень незаметно. Только разошлась. Не могу не спросить вас. Вот вдогонку вы сказали, что действительно оппозиция первой заговорила о необходимости введения чрезвычайной ситуации. Но вот сейчас отдельные представители правящей коалиции, видимо, решили усугубить этот процесс, если так можно сказать, чрезвычайной ситуации. Ну, в частности, Юрий Сьюрош, депутат Сейма, Павловский, Таймин Юста, призвал вообще к всеобщему карантину и даже подключить к этому делу армию, полицию и ЗМС САРДЗЕ. Председатель комиссии Сейма по социальным делам заговорил о том, что надо на неделю, вот как в Италии, в Испании, посадить всех вообще жителей Латвии дома. Пускай сидят, нечего по улицам шастать. Я думаю, что любые меры комендантского часа введения армии и всего остального могут привести к обратному эффекту. Я, конечно, сложно, мне сложно комментировать, с учетом того, что около трех тысяч людей, насколько я понимаю, приедут рабочие из территорий, которые из скандинавских стран, из других стран. Это, скажем так, те люди, которые потенциально находятся в зоне риска. Если их информировать, предупредить и контролировать нахождение этих людей, мне кажется, что это было бы дешевле и более практично или даже, скажем, еще дешевле в долгосрочной перспективе просто-напросто обошлось бы сделать тест-анализ на наличие коронавируса у этих людей, которые прибывают. Это было бы самым оптимальным вариантом, если бы сразу было понятно. Потому что если сделать вовремя и идентифицировать источник коронавируса, то на перспективе ты уменьшаешь гораздо больше проблем, которые могут возникнуть. И расходы, связанные с патрулированием, напряжение, которое возникнет, когда ведут комендантский час, я не могу прогнозировать поведение людей, которые и так не знают, куда себя деть, которые не знают, что их ждет, потому что они не знают, где у них будет работа, будет ли у них работа, будет ли у них зарплата и какая это будет зарплата. Плюс это усугубит и создат огромные очереди в те же самые продуктовые магазины, которые будут работать ограниченное количество времени, возможно, или другие, допустим, определенные торговые места. И дискутабельный вопрос. Я не сторонница введения более жестких мер. Я бы была только за то, чтобы бюджетные среди твои деньги использовались на то, чтобы те, которые входят в группу риска, были как можно быстрее обследованы и сделаны тесты на коронавирус. Если это сделано, идентифицировано, просто не развивается пандемия. Если этого нет, то ты можешь дальше стабилизировать экономику и принимать уже логичные другие меры. То, что вы сказали, я понимаю, что тема надельного разговора, но я действительно при всем вводе понимания того, что любой гражданин Латвии имеет право на родину вернуться, когда сначала объявляют нам, что мы прекращаем все пассажирские перевозки по суше, по морю и в небе, и каждый день, сегодня не исключение, появляется информация о том, что разрешен рейс такой-то, разрешен рейс такой-то, паром приходит, самолеты летают и людей этот потенциально привозит. Тогда у меня возникает вопрос. Или мы вводим эти меры, или мы не вводим, потому что, ну ладно, чуть-чуть пускай заедут. Но тогда мы не ограничиваем распространение вируса. Ну, хороший вопрос. Мы не впускаем... Цель закрытия границ морского сухопутного сообщения для того, чтобы иностранцы из других регионов, из других стран мы ограничиваем количество поступления людей. Да, это понятно. Но вообще, конечно... Но мы не можем бросить... Это, в принципе, важный момент. Если это наш человек, скажем так, латвиец, латыш или русскоговорящий, неважно, но он наш, государство должно помочь ему вернуться на родину. Но следующий этап было бы очень правильно, если бы государство сделало тесты, определило, входит он в группу риска или нет, и обеспечило условия для карантина данных. Об этом и речь, в том-то и дело. Если у человека есть необходимость купить продукты, ну, потому что понятно, что люди приехали домой, условно говоря, где у них холодильник пустой, чтобы не было соблазна выйти и нарушить карантинный режим, значит, государство, чтобы это обеспечить, должна решить вопрос с доставкой продуктов на дом. Так я бы... Ну, это мне казалось оптимальным. Я бы сказала так, что можно было бы в этом подумать, и, к сожалению, на данном этапе, насколько я понимаю, сети супермаркетов, которые раньше, в том числе, оказывали услугу доставку на дом продуктов, настолько перегружены. Вот и я бы... Брать дополнительных рабочих, я так понимаю, для обеспечения этой услуги они не планируют, но я думаю просто-напросто, что это вопрос времени, когда все-таки эта услуга будет коммерциализирована и коммерческие моменты ее обеспечат. Не думаю, что было бы правильно, чтобы государство перенимало на себя и проводило обеспечение продуктов всем прибывшим. Государство, безусловно, должно обеспечить малоимущих, социально малообеспеченных и тех, кто, допустим, пожилые, такие моменты. То есть те, кто не может сам о себе позаботиться. Здесь должна быть забота государства. Те, которые молодые, здоровые и у которых есть друзья, семьи, знакомые и которые могут использовать услуги бизнеса, мне кажется, что они должны были бы использовать услуги бизнеса в этой отрасли. Но государство должно было бы все-таки позаботиться о своевременно, о тесте на COVID. Этот важный аспект. И, насколько я понимаю, чем быстрее своевременнее идентифицировать того, кто является носителем, тем легче уменьшить последствия пандемии. Людмила Швецова у нас была в студии, депутат Сейма. Большое спасибо. Большое спасибо.